это канал эстэн шоу с вами илья колесников и в этом выпуске мы поговорим об обновлении 3.18.1.0 выпущены для карты гавайи для тех кому не очень интересно вот весь список добавлений можете найти это в описании чтобы скопировать себе куда-нибудь в блокнот ну а кому интересно продолжаем и первое что было добавлено это дельта планы 1 от 1800 до 1806 занимает он 10 ячеек по мне это очень многовато так как зонтик занимает намного меньше но смотрится довольно таки интересно сейчас мы его опробуем сейчас переключимся в такой вид более удобно вот он у нас летит по мне кажется немного быстрее зонтика но все таки зонтик лучше он занимает поменьше слотов и выполняет ту же функцию что и дельта план также дельта плана разбирается на один кусок ткани что тоже как бы не очень логично было бы если он разбирался примерно на 4 куска ткани так как размер у него очень большой далее у нас идет боевая лодка эти 830 вот такая у нас огромная лодочка очень неповоротливая и медленная но стреляет танковыми снарядами если переключимся на место стрелка вот увидите пушку что у танка звук довольно таки неплохой и хорошо пробивает но повторюсь очень неповоротливая лодка поэтому не совсем удобная далее у нас идет лодка skipper ad 831 лодочка отличается тем что имеет на борту пулемет до мелкокалиберные патроны пробивают практически любой транспорт и с легкостью прошивают такие же лодки такого же типа далее идет очень интересное транспортное средство напоминающие btr вроде называется скраунжа идти от 832 до 839 вот отличается он тем что он не имеет крыши имеет лишь одно посадочное место неплохо себя чувствует на неровной дороге и может передвигаться по воде да а также имеет такой неплохой багажник который можно допустим поставить сундук и кататься с ним очень удобно например чтобы по воде вещи перевозить но и в других ситуациях и важная особенность у него не пробиваются колеса да как у бтр сейчас мы это проверим так выйдем на берег и достанем пулемет который прошивает практически все ну и пробежимся по другому транспорту следующее у нас идет баги один фото 819 до 826 очень легко прививаются колеса но неплохо в принципе чувствует себя на неровностях потом идет у нас 828 это пустынный джип выглядит довольно таки неплохо и первое что я задумался это поставить сзади сейфы да вроде неплохо смотрится такой же аналогичный корпус имеет и джип для пограничников вот он практически ничем не отличается кроме расцветки следующее у нас пойдут спорткары один от 811 до 818 по внешнему виду мне в принципе очень даже нравится но он таки неплохой и имеет скорость свыше 80 километров то тоже очень неплохо ну и хотелось бы вернуться к более интересной техники сейчас мы пропишем себе вертолет айди 808 так вот он вертолетик такой так нет на таком вертолетике я не буду летать поэтому надо его прописать заново иначе мы просто взорвемся так 808 вот такой вертолет на воздушных подушках можно на нем сесть на воду имеет маленький размер очень удобно садиться на какие-нибудь здания так как имеет маленький размер но в принципе рассказывать о нем больше нечего с при нем с него и следующее что у нас идет это урал айди 809 похоже на чем-то джипик только растянуты в него влезет много сейфов но конечно же имеет меньше мест чем у стандартного урала например с карты раша так следующий идет у нас самолет айди 8010 вот такой большой самолет много народу в него влезет он даже 8 человек влезет него очень хорошо допустим если вы играете большой группой ну ладно у меня не получается на лететь так как техники взорваны много и что очень мне понравилось это воздушная подушка айди 807 передвигается по суши и по воде очень классная вещь на самом деле мне на больше всего понравилась в этом обновлении поэтому очень советую на ней покататься и конечно же добавили изменения в карту на вулкане добавили лабораторию скорпион там очень много спавнится всякого разного лута такие зомби то есть здесь нету дэд зоны но появилось вот такое здание переработали вулкан лавы теперь очень очень много такие мостики пару лаборатории и что-то я не вижу этих были скульптуры а наверное их перенесли вот сейчас заглянем саму лабораторию посмотрим что здесь ага здесь у нас бочки ну в принципе это уже больше похоже на вулкан также была переработана локация за айлани теперь вот корабль врезался корабль предположительно лаборатории скорпион так как внизу имеется подводная лаборатория можете посмотреть вот как она выглядит здесь спавнится очень много лута вот и рядом с ним под водой тоже есть лут поэтому советую запастись либо умением дайвинг либо баллонами чтобы собрать все это а также не забываем про противогаза попасть нее можно через разбитое стекло вот так не может попасть а здесь спавнится лут около лаборатории ну и помимо этого в кораблях тоже очень много лута для тех кто не помнит как это все выглядело в первом обновлении и не смотрел моего ролика сейчас я покажу как выглядел вулкан и корабль до обновления ну думаю пора закругляться кому понравилось это видео и хочет его посмотреть полностью ссылочку я оставлю в описании и вы посмотрите какой была карта гавайи в обновлении 3 18 00 также не забываем смотреть описание к видео там много информации композиции клипом ссылочки ну и что будет ну или что было в этим обновлении а также список полный список обновлений то есть что было добавлено из вещей и транспорта да я вещи не обозревал так как это было еще в первом видосе до карты гавайи вот с вами был для колесников подписывайтесь на канал кому понравилось ставьте лойс кому не понравилось пишите в комментариях что именно не так ну и предлагайте свои идеи я их выслушаю и может быть по ним запишу видео если конечно его нету на моем канале поэтому не забывайте проверять канал там много полезной инфы и также мой канал очень разносторонний ну а на этом все пока